Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Иван, продолжаем проходить компьютерную игру Гарри Поттер и Узника Скабана. Ну что ж, в прошлом эпизоде мы в принципе завершили прохождение сюжета и в этом эпизоде мы скорее всего займемся сбором недостающих карточек, покупкой паролей к портретам и исследованию некоторых тайников, которые мы еще ранее не посещали. Вот собственно сейчас я зашел в лавку Фреда и Джорджа и постараюсь купить столько паролей к портретам, насколько мне хватит котелковых кексов, потому что покупать эти самые пароли мы можем только за котелковые кексы, точнее на котелковые кексы. Но ты же не боишься риска, а Гарри? Встречаются эти вкусности у нас довольно редко, поэтому за все прохождение мне не удалось собрать даже сотни. И по всей видимости сейчас мне не хватит моих запасов для того, чтобы купить абсолютно все пароли. Да, вот даже сейчас уже не хватает буквально чуть-чуть. Три кекса мне не хватает. Ну, в принципе, в принципе, сейчас можно сделать следующую вещь. Можно обменять несколько бобов, коих у нас более тысячи, на три котелковых кекса. Как вы можете заметить, за один котелковый кекс мы отдаем 50 бобов. Я считаю, это неплохой обмен, к тому же, что этих бобов нас очень много, девать нам их таки некуда сейчас, буквально. Так что вот таким образом накапливаем еще три котелковых кекса и можем купить еще один пароль. Но для того, чтобы купить оставшиеся от пароли, там получается, по-моему, еще два или три пароля нам нужно будет купить. Всего их восемь. Нам сначала нужно посетить потайные за портретами, пароли, которые мы сейчас купили. Так, третий этаж. Первый портрет находится на третьем этаже. Хорошо. Заходим на третий этаж. И здесь у нас должен быть где-то портрет с изображением Гэспер Старки. Вот этот самый портрет. Заходим в эту локацию. Это у нас своего рода здесь такой дополнительный мини-уровень. В этих локациях мы в основном будем собирать вот всякие вкусности, находить некоторые карточки. Также мы будем здесь сталкиваться с некоторыми врагами в лице огненных крабов, бесов и бешеных книг. Больше, кажется, нам никто здесь встречаться не будет, насколько я помню. Эти мини-уровни, так называемые, несложные. Проходятся они довольно быстро. Честно, не знаю, сколько времени у меня уйдет сейчас на то, чтобы собрать недостающие карточки и посетить вот все потайные, так сказать. Потому что собирать тут действительно еще много всего нужно. Но я уже не буду разделять это как-то на отдельные эпизоды. То есть вне зависимости от того, сколько у меня уйдет времени на сбор недостающих предметов. Я всех постараюсь в этом эпизоде собрать, заработать, чтобы уже, наверное, в следующем закончить прохождение игры. Потому что там останется буквально пройти финальные экзамены. Вот, в принципе, когда мы в прошлом эпизоде завершили сюжетный режим, так сказать, да, историю. Нам говорили, что вот наступил последний день экзаменов. И вот после того, как я разберусь с карточками и прочими дополнительными предметами, я примусь за эти самые экзамены. И после этого, в принципе, игра будет полностью пройдена. Следующий портрет находится у нас в подземелье. В подземелье, кстати, мы еще ни разу не заходили в рамках этого прохождения. Ну, я ранее уже отмечал, что туда, в принципе, есть смысл идти тогда, когда у тебя вот как раз есть пароли к портретам. Там, конечно, есть парочка потайных необязательных. Вот, например, здесь. Ну, раз уж мы попали сюда, давайте их тоже исследуем. К тому же, лишние плюшки нам сейчас не помешают. Ибо мы должны купить еще два пароля. Мы еще должны купить несколько карточек у студентов. Давайте подойдем к этому товарищу. Посмотрим, что у него есть. Так. Ага, нам нужно 70 пирожков. У нас их, по-видимому, еще нету. Ну, по крайней мере, такого количества у нас еще нету, поэтому... Пока что к этим ребятам подходить не будем. Вот, отлично. Тыквенные пирожки мне как раз кстати. Это очень хорошо, что я их здесь нашел. Очередной огненный краб, с которым мы лихо расправляемся. После того, как мы его побеждаем, выстраивается вот такой вот мост. Из квадратных платформ. А также из всяких вот этих вкусностей выстраивается такой след, как бы подсказывая нам, куда нужно идти. Как будто и без этого непонятно. Словно ковровая дорожка для нас выстраивается. Вот эта вот линия из бобов и пирожков. Рексусемпра! 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 Вот интересно, почему нельзя было сделать, чтобы вот открывая сундук в первый раз, из него сразу выпадали все вкусности. Нет, надо сделать так, чтобы он сначала открылся, из него выпало чуть-чуть, он закрылся, его нужно открывать по новой. Ну, это как с рыцарскими доспехами. Порой немножко утомляет. Что приходится по ним бить по много раз. По этим самым рыцарским доспехам, чтобы выбить абсолютно все плюшки из них. Тем временем мы отправляемся в следующую потайную, за очередным портретом. К счастью, следующий портрет находился здесь же, в подземельях. Далеко идти нам не пришлось. Сейчас нам придется так вот много прыгать по вот этим платформам, спонжифай. Сейчас мы сделаем тут своего рода такой круг. Один. И потом нам нужно будет вновь попрыгать по этим платформам, чтобы дособирать новые плюшки, которые появятся позже. После того, как мы пройдем первый круг. Здесь же у нас находится очередная коллекционная карточка. Вот она. Уже 62-я. То есть нам осталось собрать еще 18 карточек. Это на самом деле не так уж и много. Четыре карточки, я точно знаю, мы получим на испытании с гипогрифом. Чуть позже я отправлюсь в загон к Хагриду, и там можно будет пройти дополнительные задания, посвященные полетам на гипогрифе. И за успешное выполнение каждого дополнительного задания мы сможем получить очередную коллекционную карточку. Также в этом эпизоде, я надеюсь, мы сможем посетить призовую комнату в последний раз. Правда, смысла в этом уже особого не будет, но когда мы до нее доберемся, я поясню, почему это так. Следующий портрет с изображением Берти Бота на пятом этаже находится. Значит, отправляемся на пятый этаж. К счастью, у нас есть специальные вот такие вот портреты с цифрами, благодаря которым мы можем очень быстро перемещаться с одного этажа на другой. Мы находим нужный портрет. И где-то здесь у нас должен быть товарищ Берти Бот. Тот самый изобретатель всевкусных дрожжей, которые мы собираем вот уже на протяжении третьей игры. Ой, сколько тут всего пана выпадало. Красота просто. И вот очень кстати нам выпало очень много тыквенных пирожков. У нас их уже более 80. А это значит, что сейчас мы сможем подойти к студенту, который как раз находится здесь подалеку, и купить как минимум еще одну карточку. Так, больше здесь вроде бы не... А, нет, есть. Еще кое-что здесь есть. Вроде бы комнатка маленькая, но вот сколько всего интересного мы здесь понаходили. Здорово. Так, ну что ж, подходим к этой студентке. Теперь мы можем купить карточку вот эту вот за 70 тыквенных пирожков. Так, ага, и вновь нам не хватает тыквенных пирожков. Все-таки последние карточки мы можем покупать только за них. Ну хорошо. Следующий пароль, прошу прощения, портрет, на шестом этаже. Это в принципе недалеко, поэтому мы можем воспользоваться лестницей. Так, вот он. А, да-да-да. Тут есть такой прикол, небольшой баг, по всей видимости, с этим портретом. Когда к нему подходишь в первый раз, произносишь пароль, и слышно даже звук, как дверь, ну, стенка, да, открывается, но на самом деле она не открывается. Нужно подойти к этому портрету во второй раз, и только тогда он откроется. Не знаю, с чем это связано, но, возможно, какой-то баг в игре. Здесь же мы натолкнулись на небольшую группу бесов. Так, здесь у нас ничего. По этим доспехам мы можем сейчас постучать. Явно по несколько раз. Ну да. Вот о чем я и говорил. Почему бы нельзя было сделать, чтобы вот один раз столкнул по доспеху, и из него вот высыпалось вот все-все-все, что в нем было. А то вот так вот по чуть-чуть, помаленьку, но не очень здорово. По 300 раз. Депульса, депульса, депульса. Как заика произносишь. Ух ты, это даже потайная. Да. То есть, внутри секретки добавили еще одну секретку. Ну, в принципе, это не ново, по крайней мере. Во второй части на PlayStation такое было, когда заходя в какую-то потайную, ты обнаруживал внутри нее еще одну потайную. Я помню, там такое было в библиотеке. Так, ага, интересно, а как мне достать те два боба, которые в воздухе зависли? Я ведь до них не допрыгну. Да, такое тоже случается иногда, когда вот выпадают всякие там плюшки, они как бы в текстурах застревают, там в стенах где-то вот висят в воздухе в итоге. Достать их не получается, но в принципе не страшно, всего два боба, господи. Было бы что терять. Следующий портрет на втором этаже с изображением Тили Ток. Отправляемся на второй этаж тогда. На сей раз воспользуемся портретом. Можно даже сохранить игру, а то мало ли вдруг там игра вылетит или еще что-то произойдет нехорошее. И терять прогресс не хотелось бы, чтобы потом не перепроходить все это по новой. Так, а вот сюда мы уже заходим втроем. В эту потайную. Здесь у нас открывается стенка. Стоит куча рыцарских доспехов. Но из них кажется, да, ничего не выпадает. Нам их просто нужно разбить. И тогда мы активируем какой-то механизм, который откроет нам проход дальше. Во-первых, да, открылся проход. А во-вторых, мы можем пойти вниз и пособирать котелковых кексов. Очень кстати. Потому что нам нужно где-то 40 кексов еще для того, чтобы купить последние два пароля. А может даже и больше 40 кексов нам придется потратить. Потому что каждый следующий пароль к портрету стоит дороже, чем предыдущий. Как я успел заметить. Так. Больше здесь ничего нету. Да, мы просто пошли по кругу. Тогда выходим. Собственно, все потайные за паролями, прошу прощения, за портретами пароли, которые мы уже приобрели, мы исследовали. Теперь мы возвращаемся на восьмой этаж. в лавку Фреда и Джорджа для того, чтобы, я надеюсь, мы смогли купить последние два пароля. Так, ага, вот уже 25 надо тыквенных пирожков. И значит, вот этот пароль мы, скорее всего, сейчас не сможем купить. Да. Точнее, не пирожков, а кексов. Я, господи, что-то путаю все сегодня. Да, нам нужно 30 кексов котелковых для того, чтобы купить последний пароль. Но, можно было бы, обменять, опять же, бобы на эти самые кексы, но это будет слишком долго, поэтому пока что мы зайдем в очередную потайную. Благо, портрет нужно находится прямо здесь, вот, на восьмом этаже. Так, здесь у нас вроде бы все исследовано, да? Все открыто. Ну да. И что у нас здесь? Такого интересного? А, вот здесь как раз-таки нам придется, по-моему, столкнуться с книгами. Или не, а, нет, сначала пикси, 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 корнуэльские. Но, по-моему, тут на нас будут нападать еще бешеные книги, если я правильно помню. Открывается платформа спонжи-фай. Явно намекает на то, что нужно попасть наверх. Что-то мы открыли. Мы открыли вот такую вот дополнительную комнатку маленькую, внутри которой находится всего лишь один небольшой сундучок. А что в нем такого? Ух ты! А в нем много чего интересного есть. В этом маленьком сундучке. Хорошо. А, вот они и книги, кстати, да. Значит, я не ошибся. Депульсо! 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 Так, появляется очередной след из бобов, который ведет нас к очередному сундуку. Да, ранее он был недоступен, тут были решетки. Но теперь мы можем его открыть и забрать из него все, что там есть. Вот, очередная куча всего тут выпала нам. В том числе и коллекционная карточка. Так, ну, кажется, все здесь мы сделали, поэтому можем отсюда, я думаю, уже уходить. Да, больше здесь ничего нельзя подвергнуть воздействию того или иного заклинания. Ну, что ж, мы достаточно насобирали тыквенных котелковых кексов, да и тыквенных пирожков мы насобирали немало, так что, думаю, мы сможем сейчас и купить недостающие карточки. Покупаем последний пароль. Портрет находится у нас на седьмом этаже. Значит, наш путь сейчас лежит на седьмой этаж, это очевидно. со студентами поговорим чуть позже. Так. Ух ты. А я что, разве здесь не был, что ли? Ну, и не был. Один черепок там пропустил. Так, а что же здесь? А что же, собственно, здесь? Так, мы можем открыть шкаф. За этим шкафом у нас скрывается вот такая вот кнопка, которая позволяет нам получить доступ к платформе SpongeFight. Запрыгиваем наверх. Тут у нас рыцарский доспех, который плюется пирожками. Здесь же у нас гобелин, за которым скрывается проход дальше. Ну, в принципе, да, здесь будет у нас проходить все в таком вот духе. То есть, будем ходить, наверное, по кругу, стучать по доспехам и собирать вкусняшки. Котелковые кексы, кстати, нам, наверное, уже не пригодятся, потому что карточки, вроде, мы за них покупать не можем. Они были необходимы только для покупки паролей, а пароли мы уже все купили. так, вот там наверху находится доспех, на него тоже можно воздействовать. Ух ты, красота! Но, несмотря на то, что эти кексы нам уже и не нужны, котелковые, я все равно буду их собирать, хотя бы чисто для того, чтобы удовлетворить свою жадность, так сказать. Ну, что, ну, вот как вот эту вот красоту можно здесь оставлять, вот, сами посудите. Сколько тут всего? и потом надо ведь как-то восполнить свои затраты, так сказать. Так, летим куда-то вниз. И что у нас здесь? Здесь карточка и стая книг. Очередная стая книг. Ну, с вами мы по-быстренькому сейчас разберемся. Одному даже немного проще все это делать, потому что нету NPC, которых могут постоянно цеплять эти книги. Я могу так лихо уворачиваться от их прожектайлов магических и вот так вот быстренько с ними расправляться. И в качестве награды нам вот этот шкаф выплевывает еще кучу всех бобов, пирожков. Тоже все это дело собираем. Так, ну все, в принципе, здесь мы все собрали. Вроде как. Ну да, больше ничего здесь открыть нельзя, поэтому покидаем эту потайную. с портретами мы закончили успешно. Теперь, что мы можем сделать? Во-первых, мы можем, мы можем, мы можем, мы можем подойти к студенту и затариться у него оставшимися карточками. благо, мы немало сейчас насобирали всяких полезных штуковин, пока ходили по всем этим секреткам. Так, он не уходит, значит, у него еще что-то осталось. Я надеюсь, нам хватит этих тыквенных пирожков, которые мы насобирали. А, ну в принципе все. Вот, он ушел, этот товарищ. И это говорит о том, что мы купили весь набор карточек, ну, по крайней мере все карточки, которые были у этих студентов. Больше мы у них ничего купить не сможем. Даже если будем подходить к ним, они ничего нам не скажут. Поэтому сейчас отправляемся в загон. Там мы заработаем 4 карточки. И у нас в сумме будет тогда 74 карточки, если я не ошибаюсь. После этого нам нужно будет вернуться в лавку Фреда и Джорджа и забрать оттуда особую карточку. Помните, там еще в начале прохождения я когда заходил в лавку впервые, там была такая особая карточка без изображения. И нам сказали тогда, что мы ее сможем забрать бесплатно, если соберем все остальные карточки. И вот собственно собрав 74 карточки мы сможем забрать эту особую карту. После чего нам дадут возможность собрать последние 5 карточек, так называемые призовые коллекционные карты. И в принципе все, на этом сбор карточек будет завершен. Возможно, что в конце этого эпизода я тогда еще покажу все эти карточки. Может кому-то это будет интересно. Все-таки не зря мы их собирали. И можно будет посмотреть кого мы там нашли. сейчас же нам нужно пройти несколько а именно 4 дополнительных испытаний с гиппогрифом. Правила такие же как и при первом полете. То есть нам нужно пролетать через такие кольца из летучих мышей и набирать очки. В верхнем правом углу отображается счет общий и наш текущий счет. И вот нам нужно собрать набрать как минимум в данном случае 2 800 но я набрал уже более поэтому однозначно получу карточку. С каждым разом очков нужно собирать все больше и больше. Колец также становится больше при этом за каждое кольцо мы можем получать ровно 100 очков. всего таких полетов у нас 5 вот осталось еще три полета нам совершить единственные проблемы здесь могут возникнуть на последнем полете проблема здесь заключается в том что иногда игра немножко жульничает когда ты вот управляя гиппогрифом пытаешься повернуть в какую-то сторону гиппогрифа почему-то ведет порой в совершенно противоположную сторону ты физически не можешь повернуть гиппогрифа туда куда надо и пролететь через кольцо иногда такое действительно бывает то есть клювокрыл как-то врезается в какие-то невидимые стены не знаю с чем это связано с недоработкой движка или дабы усложнить игроку жизнь но такое иногда случается а это черево таким что я просто буду пропускать некоторые кольца конечно порой я пропускаю их по собственной невнимательности не замечаю такое тоже бывает но нужно стараться чтобы пропущенных колец было как можно меньше потому что если я буду пропускать слишком много колец мне не удастся к концу этого полета набрать нужную сумму и придется переигрывать все с самого начала ну и соответственно тратить дополнительное время на это я бы не хотел потому что чувствую эпизод этот получится ну куда больше чем предыдущие например но повторюсь что я не хочу уже разбивать вот это все дело на отдельные эпизоды на отдельные части раз уж я запланировал в рамках этого эпизода собрать все карточки я постараюсь это сделать вот в принципе почти тютелька в тютельку нам удалось набрать нужную сумму сейчас удачи тебе Гарри кстати вы наверное обратили внимание что цвета вот этих колец летучих мышей они с каждым разом меняются возможно как-то цвет он указывает на сложность полета нет но с одной стороны это хорошо что их вот выделяют такими яркими цветами эти кольца их так проще заметить на фоне окружения потому что дальность прорисовки здесь прорисовки ну сами можете увидеть да какая тут разработчики на экран натягивают такую вот туманную завесу чтобы скрыть огрехи графические если бы вот эти вот кольца никак не выделялись то соответственно тоже было бы сложно их заметить издалека а когда подлетаешь уже чуть ли не вплотную к этому кольцу порой не получается подняться на нужную высоту или вырулить в нужную сторону чтобы пролететь через это кольцо ай вот вот уже начинается вот уже начинаются проблемы пытаюсь повернуть в одну сторону а гиппогрифа ведет совершенно в другую сторону причем я этому никак не способствую игра сама поворачивает его не туда куда надо это не совсем честно по отношению к игроку я считаю но действительно я вот повернул там например вправо и лечу прямо вот в кольцо казалось бы что мне может помешать но тут в последний момент гиппогриф сам поворачивается например в левую сторону и когда я пытаюсь вырулить вправо мне не получается этого сделать потому что я просто упираюсь в какую-то невидимую стену я конечно понимаю что здесь нам не предоставляется полная свобода передвижения во время этих полетов но извините меня это тоже не очень красиво неужто под конец разработки это конец товарищи из ноуан решили усложнить игру посчитав что до этого она была слишком простой может быть может быть тем временем наступило время последнего полета нам нужно здесь собрать в общей сложности 5600 очков вот 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 начинается уже врезание в деревья вот кстати чаще всего вот эти вот косяки с управлением они проявляются на последнем полете не знаю может они просто спешили и как-то не успели нормально доделать последний вот этот курс последний полет хотя там же вроде за все это отвечает общий движок и для каждого полета просто меняют местоположение колец и траекторию полета гиппогрифа ну такую общую да траекторию но почему-то здесь вот именно здесь возникают какие-то проблемы во время управления этим чудным зверем и вот я уже пропустил где-то порядка там трех или четырех колец кажется вот опять пропустил и у меня создается такое смутное сомнение по поводу успеха в рамках этого полета мне кажется что я уже просто не успею сейчас набрать нужную сумму но в любом случае закончить полет мне нужно может все-таки у меня еще есть шанс на победу ну если попыток будет чересчур много неудачных я это там может как-нибудь повырезаю а может не буду вырезать ну посмотрим как пойдет дело вот вот что происходит видите лечу в одну сторону а его ведет совсем в другую причем я этого не делаю 5500 да ах ты черт одного кольца не хватило вы представляете как обидно то есть мне нужно было набрать здесь как минимум 5600 и тогда бы я завершил бы эту гонку мне бы дали карточку а вот одного кольца мне не хватило ну ладно пробуем еще раз попытка не пытка хотя кто его знает порой очередная попытка это та еще пытка в некоторых случаях ну ладно здесь в принципе не все так сложно главное концентрация и внимание и знание механики управления в этой игре в иных случаях я вот специально врезаюсь какие-нибудь бревна там деревья чтобы притормозить немножко гиппогрифа то есть раз уж игра со мной не совсем честно поступает здесь то и я буду хитрить а то ишь че удумали я тут стараюсь изо всех сил прохожу эту игру собираю все эти ненужные на самом деле бонусы то есть вот эти вот карточки коллекционные их вот я собираю разве что по фану ну и чтобы показать вам то есть особого смысла в них на самом деле никакого нет они тебе ничего не дают не открывают ничего нового никаких там расширенных концовок дополнительных режимов и так далее то есть вот просто для коллекции такой виртуальной ты их здесь собираешь вот и все конечно да можно было бы плюнуть на все это сказать да нахрена но мне надо по-быстрому пройду игру и все ай вот черт ладно одно кольцо уже пропустили вот можно было бы на все это да плюнуть но все же это не совсем мой подход так сказать к прохождению игр я стараюсь в рамках того или иного прохождения показать ну по возможности по максимуму все что я могу показать а также по возможности пройти игру полностью это так сказать я вот лично сам сам к себе такое вот требование предъявляю тем временем мы успешно завершили этот полет получаем 74-ю карточку все 5 карточек захотишь приходи обратно может у тебя выйдет набрать еще больше очков отсюда можно выходить так ну отправляемся далее теперь собственно мы можем зайти в лавку Фреда и Джорджа и забрать 75-ю карточку особую призовую карточку заодно мы узнаем кто на ней изображен потому что раньше портрет там был затемнен там был лишь силуэт ну конечно если вы проходили эту игру вы наверняка знаете кто там на этой карточке изображен если же не знаете то в скором времени вы это узнаете соответственно воспользуемся кратчайшим путем чтобы попасть на 8 этаж и вот она карточка и как вы можете заметить на ней изображен Гарри Поттер мы можем взять ее сейчас абсолютно бесплатно 75-я карточка и теперь нам позволят в последний раз посетить призовую комнату но на сей раз мы уже не будем ограничены во времени серьезно сейчас мы можем вот совершенно свободно здесь ходить собирать все вот эти вкусности забрать абсолютно каждый боб из этой комнаты но в этом опять же нет уже никакого смысла потому что тратить все эти вкусности нам уже по большему счету не на что мы уже купили все что нам нужно все пароли все карточки единственное что да здесь в этой призовой комнате мы сможем собрать последние 5 карточек так называемый призовой набор и все и на этом сбор карточек будет завершен а вот это вот беготня по всей этой комнате и сбор всех этих вкусностей это тоже чисто по фану я сейчас делаю просто чтобы не оставлять все это здесь вот собственно на этом можно считать сбор карточек у нас завершен поэтому следующий эпизод да скорее всего уже будет финальным там я закончу ну не закончу а пройду экзамены ну да и вместе с тем закончу прохождение игры сейчас конечно всем этим я заниматься не буду потому что эпизод уже идет почти час судя по таймеру и надо бы закругляться потихоньку ну по крайней мере я еще покажу карточки все но это уже будет в самом самом конце то есть вот когда я закончу скажем так все активные действия я там покажу вам все карточки если кому-то это будет интересно можете там досмотреть до конца видео если вам это не интересно то соответственно в нужный момент можете просто закрыть видео это уже решайте для себя сами теперь вот красота мы можем спокойно тут ходить особо не торопиться пособирать тут абсолютно все что есть главное не забыть все карточки взять вот что самое главное выйти то отсюда мы можем в любой момент то есть даже когда я пособираю здесь абсолютно все вкусности меня автоматически не выкинут из этой комнаты я также смогу здесь бегать но уже просто так мне нужно будет самому там выйти через парадную дверь так не все я тут подобрал прям какой-то хогвартский паркур тут получается у нас мы тут по этажам скачем как сивка бурка так здесь кажется собрано все вроде бы да ну да ничего здесь не осталось все мы забрали значит двигаем следующее крыло наверху мы тоже тут все пособирали да отлично замечательно что у нас еще осталось а вот вижу след из бобов и тут же карточек карточка кстати 80 карточка последняя что ж можем друг друга поздравить мы собрали все карточки в этой игре все 80 штук все ближе и ближе мы приближаемся к 100% прохождению игры ну к так называемому 100% прогресс как таковой тут не отображается именно в процентном соотношении но я все же надеюсь что смог в рамках этого прохождения показать все что здесь есть хотя возможно что-то я там и мог пропустить конечно какие-нибудь необязательные потайные о которых я может быть сам не знаю но надеюсь что если такие потайные и были то их осталось очень мало и они очень-очень-очень-очень-очень необязательные что ж собираем последние вот плюшки которые выпали нам как манна небесная и на этом в принципе все призовая комната полностью зачищена мы собрали все карточки набрали кучу всяких вкусостей которые нам уже теперь вообще не нужны никоим образом да вот набор из всех карточек все у нас тут собрано все мини-задания все карточки все-все-все мы сделали мы молодцы и можем выходить отсюда обязательно сейчас сохраним игру но я на этом с вами прощаюсь надеюсь что эпизод был для вас интересен всем пока и до новых встреч Фулберт Рокки 2014-1997 знаменит своей исключительной трусости никогда не выходил из дома погиб под обломками своего жилища после неудачного применения защитных чар это вероятт вспыльчивый средневековый прославился обидчивостью и привычкой проклинать совершенно посторонних людей убит на дуэли Криспин Кронт 1795-1872 попал в Аскабан за незаконное содержание сфинксов у себя в саду Эдгар Струлджер 1703-1798 изобретатель вредноскопа Освальд Бимиш 1850-1932 первый в мире борец за права гоблина Норвел Твон 1888-1957 погиб спасая ребенка Магла от сбежавшей из зверинца Мантико посмертно награжден орденом Мерлина первой степени Гроген Стамп 1770-1884 знаменитый министр магии занимал этот пост с 1811 года Гленмор Пикс 1677-1761 победитель кромерского морского змея Уилфред Элфик 1112-1199 первый волшебник погибший в стычке с африканским носорогом профессор Армандо Диппет бывший директор Хогвартса скончался в 1940 году Мунго Бонхен 1560-1659 знаменитый маг Целитих основатель клиники магических заболеваний и травм святого Мунго Джоу Иен 4 век до нашей эры китайский алхимик Фалько Эсалон древняя Греция первый упомянутый в источниках анимак превращался в сокол Фаддеус Феркл 1632-1692 волшебник стал отцом семерых сыновей совершенно неспособных к магии с горя превратил их всех в ежиков Гарри Поттер мальчик, который выжил Беатрис Блоксем 1794-1810 автор серии детских книжек сказки дядюшки Мухомора впоследствии эта серия была запрещена из-за того, что вызывало у детей тошноту и рвоту Димфна Фармейдж 1612-1698 Однажды была похищена Курнуэльскими Пикси и с тех пор жила в паническом страхе перед ними Прославилась многократными, но бесплодными попытками убедить Министерство магии уничтожить всех Пикси Анория Надком 1665-1743 Основательница общества реформации Венни Венделина странная Дата жизни неизвестна Настолько любила сгорать на костре что 47 раз добровольно сдавалась в руки инквизиторов меняя обличие Джокунда Сайкс Родилась в 1915 году Первой совершила перелет через Атлантику на Метле Шарлотта Пинкстоун Родилась в 1922 Знаменитая колдунья Ведет активную борьбу за обмену статута секретности Требует сообщить маглам о существовании волшебника Неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение этого статута Доркас очаровательный 1812-1904 Основательница общества обиженных ведьм Эльфрида Клак 1612-1687 Председательница Совета колдунов Сакариса Таглу 1874-1966 Основоположница косметической магии Изобрела средства от угрей на основе гноя буботуберов Игнация Уайлдсмит 1227-1320 Изобретательница летучего пороха Геспер Старки 1881-1973 Ведьма, изучавшая влияние фаз Луны на волшебные свойства земли Клеона Средневековья Ирландская друидесса Открыла волшебные свойства лунной росы Мирабелла Планки 1839-й Дата смерти неизвестна Отдыхая на озере Лох-Ломан Влюбилась в местного водяного Когда родители запретили ей выходить за него замуж Превратилась в треску И с тех пор ее никто не видел Маргана Лефей Средневековья Сводная сестра короля Артура Темная чародейка Враждовала с Мерлина Юнхильда из Горсмура 1556-1639 Одноглазая горбатая ведьма Открыла лекарство от драконьей оспы Гвенок Джонс Родилась в 1968-м Капитан и охотница Единственной в мире женской сборной По квиддичу Головастые гарби Джоселин Уэткок Родился в 1911-м году Охотник сборной Падлмэра по квиддичу Установил рекорд века По количеству голов Забитых за один матч Киприан Йоды 1312-1357 Единственный за всю историю Квиддича судья Убитый во время матча Автора проклятия так и не поймали Но считается, что это был Кто-то из болельщиков Родерек Пламптон 1889-1987 Ловец сборной Англии По квиддичу Ему принадлежит рекорд Самой быстрой поимки Снича 3,5 секунды После начала игры Боуман Райт 1492-1560 Изобретатель золотого снича Сэр Герберт Орнэй 1858-1889 Викторианский вампир Просуществовавший Просуществовавший недолго По меркам живых мертвецов 80-е годы 19 века Охотился на лондонских женщин Был уничтожен Особым отрядом Департамента по надзору За магическими существами Амарио Лестань 1776-1977 Знаменитый американский вампир Автор книги «Монолог вампира» Написанный так, чтобы скучающий читатель Впал в ступор И сделался для вампира Легкой добычей Леди Кормила Сангвина 1561-1757 Купалась в крови своих жертв Чтобы сохранить молодость И красоту Бладвин Блад 1923-го года рождения Известен как вампир из долины Прославился звучным баритоном И привычкой петь своим жертвам Прежде чем укусить их Граф Влад Дракул 1390-й Дата смерти неизвестна Знаменитый вампир Послуживший прототипом Графа Дракулы Персонажа книг Брэма Стокер Отец Влада Цепешин Эаргит урод В 14 веке был представителем Народа гоблинов В Совете волшебников Олгов Олгов Отвратительный Дурно пахнущий гоблин Скандалист Однажды пытался продать склянки Со своим потом на фабрику По производству Грязевых бомб Арк Ненадежный Печально известный Гоблин-мошень Организовал скачки Коней-невидимок После чего скрылся Со всей выручкой Арк Грязный В 18 веке был Глобарем Нескольких восстаний Гоблинов Грингот Основатель Гринготского Банка волшебников Баба-Яга Средневековья Русская ведьма Жила в избушке На курьих ножках Ела на завтрак Маленьких детей Возможно так же И на обед И на ужин Малодора Грин Средневековья При помощи Зелья красоты Скрыла свою Истинную внешность И вышла замуж За короля Поддерживала Наколдованное обличье С помощью Зачарованного зеркала Из зависти Накормила Самую красивую Девушку в стране Отравленным яблоком Летиция Самноленс Средневековья Ведьма Из зависти К дочери короля Заставила ее Уколоть палец Веретеном Смоченным глотком Живой смерти Молодой волшебник Смазал губы зельем Вигенвельт Поцеловал принцессу И вывел ее Из транса Мамаша Хабба Средневековья Заманивала Заблудившихся Животных К себе домой И морила их Голодом до смерти Корделия Корделия Мизерикордия 1298-1401 В 14 веке Была представительницей Ведни В Совете Волшебников Бран кровожадный Средневековья Жил в замке На вершине Заколдованного Бобового стебля По-видимому Любил есть хлеб Из молотых костей И запивать его Кровью англичан Убит мальчиком По имени Джек Циклоп Древняя Греция Одноглазый великан Жил в пещере У подножья горы Этна Убит греческим Героем Одиссеем Голиаф Библейские времена Великан Наемник Выступал на стороне Филистимлян В их войне С израильтянами Убит неким Юношей Из прощи Мурхольт Ранние средневековые Великан Брат короля Ирландии Защищая свою жизнь Ранил кельтского героя Тристана Отравленным мечом Хенгист Из верхнего Барнтона 15 век Великан Убит Прославленным Истребителем великанов Гифордом Алертоном Дракон Дракон Зеленый Уэльский Обыкновенный Наименее опасный Из всех драконов В спокойном состоянии Людей избегает Выдыхает огонь Тонкими струйками Дракон Черный Гибридский Еще одна Исконно британская Порода дракона Более агрессивен Чем его уэльский собрат Питается в основном Оленьями Зарегистрировано Несколько случаев Нападения На крупных собак Дракон Рогохвостый Венгерский Считается Самой опасной Разновидностью Дракона Способен Испускать Язык пламени Длиной до 50 футов Дракон Длиннорогий Румынский Рога этих драконов Входят в состав Многих волшебных Зелий И высоко ценятся Поэтому в последние годы Численность их популяции Резко сократилась Дракон Гребенчатый Норвежский В настоящее время Самая редкая Разновидность дракона Нападает Почти на всех Крупных Сухопутных Млекопитающих Чертик Встречается Исключительно На территории Британии И Ирландии Отличается Грубым чувством Юмора Например Любит толкать Зазевавшихся И ставить им Под ножки Докси Этих существ Зачастую путают С феями Обитают в кустах Нападают на тех Кто подходит Близко к месту Их обитания Зубы острые Ядовитые Леший Страж Дерева Искусно маскируется При помощи Разнообразных чар Может попытаться Выцарапать глаза Тому Кто приблизится К его дереву С угрожающим видом Брюховертка Укус Укус длинного Тонкого жала Этого насекомого Вызывает Головгружение С последующей Левитацией Сушеное Жало Брюховертки Компонент Нескольких Магических Зелий Гном Распространенный Садовый Вредитель Гномы Прячутся В норах Могут Выскакивать Оттуда И ставить Под ножки Зазевавшимся Прохожим Чтобы выгнать Гнома Из сада Его нужно Раскрутить Как следует И швырнуть За ограду Гигантский Кальмар Проклятие Древних моряков И студентов Хогвартса Если им вдруг Вздумается Понырять В озере Мантикор Редкая И опасная Тварь Поедая Свою жертву Нежно Поет Ее укус Убивает На месте Единорог Очень робок Людей Как правило Сторонится Скорее Подпустит К себе Волшебницу Чем волшебника Сотворение Заклинаний Может его Напугать Кровь Единорога Обладает Ценными Магическими Свойствами Горный Тролль Часто встречается В гористой Местности Очень силен Но глуп Пытается Стукнуть Дубинкой Всякого Кто проходит Мимо Яркополз Большая Оранжевая Улика С ядовитой Раком За нее Можно браться Только В защитных Перчатках Жаба Пурпурная Гигантская Питается Дохлыми Мухами И прочими Насекомыми Обладает Длинным Зеленым Языком Тритон Двухконечный Много плавает Любит Водоросли Экземпляр Такого Тритона Можно приобрести В волшебном Зверинце В косом Переул Гитрош Дух Напоминающий Крупную Собаку Одиночные Особи И ста Этих Существ Водятся В запретном Лесу Келпи Обитает В ручьях И реках Опускается На колени Приглашая Прохожих Прокатиться На своей Спине Тех Кто на него Сядет Утаскивает Под воду И пытается Сожрать Феникс Благородное Создание Живет Бесконечно Долго Поскольку Способен Восставать Из петли Пение Феникса Волшебно А его Слезы Обладают Целительными Свойствами Годрик Гриффиндор Средневековье Один Из основателей Хогвартса Его имя Носит Факультет Гриффиндор Кандида Коктевран Средневековье Одна Из основательниц Хогвартса Ее имя Носит Один из Четырех Факультетов Школы Пенелопа Пуфендуй Средневековье Одна Из основательниц Хогвартса Ее имя Носит Факультет Пуфендуй Салазар Слизерин Средневековье Один Из основателей Хогвартса Его имя Носит Факультет Слизерин Альбус Дамблдор Директор Хогвартса Директор Хогвартса Директор